Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Даналя, и сегодня у нас очередное видео по старской бланной. Сегодня будет покупка магических лошадей. Да, я все-таки решила, что сейчас надо их купить. Пока есть желание, пока есть денежки, но денежки, благо, копятся, они никуда не деваются. И я хочу их поехать и купить прямо сейчас вместе с вами. И да, не удивляйтесь, что у меня такой сегодня очень нетипичный для меня облик, вид, я не знаю, амуниция, одежда. Просто у моей подруги, у сестренки, точнее, был день рождения, и мне как-то захотелось зайти резко в игру и переодеть персонажа. Вот, так что сегодня мы покупаем вторую версию березы и сакуры, то бишь вишни. Да, если, кстати, кто-то не знает, то сакура и вишни это, по сути, одно и то же, просто сакура это японское название вишни. Вот, ну, мало ли, может быть, кто-то не знает, и это будет ему полезной информацией. Вот. Да, еще, надеюсь, никто особо в шоке не было того, в каком безобразном порядке в прошлый раз у меня выходило видео. У меня были какие-то жуткие технические неполадки, и я вот только, получается, во вторник смогла предыдущее видео по обновлению нормально выставить и нормально загрузить. Вот, так что, да, сегодня мы покупаем их. Покупаем мы на русском языке, так и быть. Вот, не хочу я переходить на английский опять. На самом деле, я просто забыла. Вот, и мы будем покупать эту парочку. Ой, если лузитанов магических я брала в прошлый раз за их магический вид, то вот этих красавцев я буду брать за городской вид. Вот, вы просто посмотрите на эту... Ой, это красотуля. Вот, значит, вишня у нас называется Ханами. Это моделька перширона. Следовательно, все характеристики тоже взяты с перширона, ровно так же, как и цена. Но продается она с первого уровня, потому что стоят пока что в Морланде. Ну, у меня эска есть, поэтому я их покупаю. Так, давайте купить лошадь. Наверное, в этот раз с Сакурой, вишней точнее, у меня будет мальчик. А, тут, кстати, латунная. Может быть, латунный есть? Так, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Так, в смысле, ло. Ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла. Латунная. Почему нету латунной? Я хочу латунной. Интересно, щит есть? Так, эхо. Энигма, элегия, шум, шутка. Нету щита. А я хотела щит, я не знаю, правда. Откуда у меня взялось это желание, этого имени? Но, странно. Так, ну, надо какое-нибудь придумать имя. Мне вообще очень расстраивает то, что добавляют большое количество имен, но при этом они добавляют их некачественно, и это, по сути, чисто женского рода имена. Поэтому очень трудно называть шребцов и меринов, не повторяясь с именами своей конюшни. И это прям очень грустненько. То есть, приходится прощать окончание, лишь бы просто получить коня нужного тебе значения имени. Латунный ураган, устрица, улыбка, удар, удача, тьма... Так, это туманность, туз, травушка, латунный торнадо. Нет. Латунный... Судьба, стружество, струя, страсть, страж. Латунный страж. Вот. Я тебя назову латунный страж, ты будешь мальчиком. Итак, покупаем. Боже мой, радость-то какая. На самом деле, я буду с вами откровенна. Да, я радуюсь, потому что я покупаю новую лошадь. Но, во-первых, это уже не первая лошадь, и как-то уже поспокойнее реагирую. Это во-первых. А во-вторых, сейчас очень трудно с СК. То есть, к примеру, сейчас, в данный момент, у нас удвоение, а мы даже его купить не можем. И даже 100 райдов купить не можем. Даже за евро, даже ни за что. Вот. Если когда-то я буду это пересматривать, а тут будут очень грустные и печальные времена. Так, следующая покупка лошади, это Беркер. Беркир. Не знаю точно, как ставить ударение. Он основан на модельке Марвари. И, о боже, те, кто знают, что я никак не куплю себе Марвари на основной аккаунт. Если вы прямо ожидали, сидели и выжидали, когда я это сделаю, то, пожалуйста, вот мы, самый первый Марвари. Покупка два в одном. Покупка первого Марвари. И покупка магической березы. Вот. Да, это моделька основана на Марвари, тоже первого уровня. Такая же, как и цена. Так, ну, читать я это не буду. Вот его я полюбила, вот за эту масть. Он пегий. Он черно-белый. У него розовый носик. О, все. Покупаю. А вот, может быть, тебя в этот раз кобылкой сделают, кстати. Буря. Хм. Я пересмотрела в еще раз сериал лошадки. И хочется какого-нибудь такого интересного имени. Да, если у меня на фоне чирикает птичка, я искренне извиняюсь, это я забыла убрать игрушку у кошки, и она решила ею поиграть. Ловкий, лошадиная, луговая, лунная и ната-та-та-та-та-та-та. Ой, легендарная буря. Нет, вот, кстати, вот, ну, легендарная, крылатая, крепкая, кофейная, космическая, космато-королевский. Нет. Нет-нет-нет-нет-нет-нет. Ласковая. Буря. Может быть, действительно буря оставить? А я не помню, у меня есть лошадь, Буря. Почему, кстати, нельзя, к примеру, сделать так? Вот ты выбираешь Буря, и у тебя список лошадей твоих с именами где-нибудь высвечивается, и ты мог бы пролистать всех лошадей, у которых может быть второе имя, тоже Буря. И... вот как это... как бы это все сделать? Струя, ласковая струна. Счастье, Тайна, Тайна у меня, Тайна у меня, по-моему, есть, Тихоня, ласковая Тихоня. Ткач, Тробинка, Травушка, Трель, Туман, Туманность, Туча, Ласковая Тьма. Да, не, как-то не так, нет, умничка, ласковая умничка, умница, утопия, утро, фаворитка, фантазия, фасолька, ласковая фантазия, фигурка, фиалка, фиалка у меня есть, по-моему, фортуна. У меня тоже какая-то есть фурия, ласковая фурия. Как бы тебе назвать? Чтобы придумать, я действительно уже не знаю, как изращивать, чтобы не повторялись у меня. ласковая богиня, бортуга, бриз, бродяга, брошка, булочка. Давайте действительно ласковая бура. Я не знаю, почему, но купить. Ещё одна лошадка, но за ситаны всё равно лучше. Я больше, наверное, кстати, радуюсь, что это мой первый марварий, о божечки. О боже мой, это же мой первый марварий. Вот так, что мы купили тут всех магических лошадок на сегодня. Да, вот этих я так покупать, наверное, и не буду. Я, конечно, понимаю, что мне очень нравится тинкер, вот этот вот в синем своём виде. И я всю зиму по нему тосковала, я всю зиму по нему скучала, но... Ну, не знаю. Красавчик, ты ещё вернёшься, а когда искал, я смогу себе донатить? Я не знаю. Поэтому прости, пожалуйста. Питомцев я покупать не буду, у меня и так уже есть несколько паучков, мне этого хватит. А эти пусть так и сидят здесь, дожидаются кого-нибудь другого, кто их купит. А мы тем временем телепортируемся на конюшню. Итак, вот мы оказались на нашей конюшенке. И... Ну да, места я, как всегда, никому никогда не освобождаю. Ой, забываю, поэтому мы сейчас срочно перетаскиваем вот так вот. Вот так вот, вот так. О! Я думаю, вот так сойдёт. И давайте же посмотрим, что, какие различия у наших новых деревянных лошадок по сравнению со старыми. Во-первых, это текстура. Но если честно, мне всё равно текстура лузитана в виде берёзы нравится намного больше. И грива, она всё-таки вот классная. Вот ничем, вот не спутаешь эти веточки. Ну а здесь... Здесь вот именно это как стволы. И это очень странно, непонятно. Я хотела бы сказать даже нереалистично. У берёзы же как раз ветки, которые свисают. Они тоненькие, тёмненькие. Как вот у этого лузитана. Даже вот из корней растут вот эти тоненькие веточки с лепесточками. И на нём они смотрятся очень гармонично. В отличие от нового Марвари. И ещё мне не нравится вот эта вот кора на носу. Вот. По бокам ничего. То есть вот эти вот расслоившиеся слои коры меня устраивают. А вот это вот мне, ну почему-то оно меня как-то смущает. И на дерево особо не напоминает, а как-то на камень. Уши. Уши мне вообще не понравились. Вот эти зелёные лепестки, листья, которые даже, по-моему, на листья-то и берёзы, и не похожи. Я не знаю. Я не знаю. В общем, конь на самом деле, у меня к нему больше вопросов, чем ответов. Вот да, хвост такой же, как и грива. Меня он не устраивает на ногах. Ну ладно. Можно было, кстати, сделать мох потемнее, который растёт на деревьях. Ну и в принципе всё. Глаза вот только красивые и его городская масть. Так, давайте посмотрим теперь в вишенку. Сакуру. Ну, кстати, да. Вот тут теперь... Я не знаю, разве у вишни такая грубая кора? Мне казалось, она у неё помягче намного, чем представлена на... Вот этом першроне. Ну, опять же, хочу сказать, что... Да, вот здесь вот это похоже на вишню больше, чем на... Вот, ну, именно прямая отсылка к Сакуре. Но всё-таки здесь вот какая нежная лошадка. Нежная кора. Вот эти корни на ногах. И даже копыт не видно. Да и пофиг. По-моему, никто вообще никогда не обращал внимания, что у неё нету копыт. У неё просто все ноги, и это корни. У неё очень красивый листопад на спине. Плавный переход от гривы и от начала хвоста к концу. Нежная такая. Ой, ну прям я не могу. Просто переизбыток чувств, связанных с Японией. Я не знаю. Что-то милое, нежное и одновременно кавайное. Ну, я думаю... Ладно, если вы не любите что-то кавайное, то всё равно что-то лёгкое, нежное у вас ассоциацию должно вызывать. Магический лузатан. В то время как першрон в этот раз получился каким-то очень мощным, тяжёлым. Он больше похож на камень. На какого-то... Вот именно его бы можно было назвать рунным конём. То есть вырезанного, выточенного. Даже не выточенного. А вот именно такой. Как будто он... Ну, я даже не знаю, как сказать, что он оживший каменный дух. Он даже больше похож на камень, чем наши каменные Клейдесдали. То есть вот это реально какой-то магический конь. И это просто статуя, которая ожила. И вот эти вот странные узоры. Я не вижу вот здесь вообще дерева. Даже в разрезе. Даже в расколотом виде. Я не воспринимаю эту текстуру как дерево. Ну, вот мох, кстати. Мох прикольный. Вот этот мох с цветочками. Ну, то тоже я бы сделала оттенок чуть-чуть другой. Грива у него намного лучше, чем у берозы Марвары. Но вот опять же, из-за того, что вот у него такое мощное тело, ассоциации, что это какая-то цветущая, лёгенькая, маленькая такая элегантная вишенка, у меня не возникает. Вот, ну и да, ну спина у него... Ой, мне прям страшно смотреть на персонажа, который сидит на нём без всего. Бедная попа персонажа. Вот. А в остальном глаза очень красивые, в которые я безумно влюбилась. Так, ну теперь давайте же переключим на... Ой. На городские масти. С ними тоже хочется немножечко поработать, а точнее обсудить их. Я даже вот у... А, мне нужно на тебя сесть ради этого. Мне нужно сесть ради этого на тебя, на тебя и на всех остальных. По поводу обычной масти. Городской. Мне больше нравится перширон. Но... В этом случае меня не смущают, кстати, вот эти вот тигринные полосы. Это первая лошадь, на которой мне они даже нравятся. То есть они мне не мешают. Обычно меня это жутко раздражает, а тут что-то... Ну, так. Уместный. И меня всё устраивает. Но всё равно масть старого Лузитана мне как-то больше нравится. То есть отдаёт нежностью и его городской облик. Нестандартная масть. И, в принципе, просто красивенький такой. Что касается Лузитана и Марвары Берёзы, тут просто слов нет. Моя любовь к пегим лошадкам. Она жила, живёт и будет жить. Вот. И... Кстати, раньше мне не нравились городские масти Лузитан. Вот этих магических. Но потом я их полюбила, в особенности Берёзы. Я её до сих пор обожаю, вот эту городскую масть. Отец, боже мой. Да, такие красавчики. Но вот этот Марвары, вы просто посмотрите. Он засел мне в душу. Он в пятнышках. Розовый носик. Ой, я не могу. Ну, кстати, да. Пора уже сделать то, о чём я... Что я не могу сделать, наверное, уже год. Когда у нас в мышле Марвары? Я уже и забыла. Я села на Марвары! Я так говорю, как будто у меня никогда в жизни не было Марвары. Нет, он был, но он был не на основном аккаунте. А тут вот он! Я верхом на нём сижу и далеко достаточно гляжу. А, да. Ещё бы найти, что на тебя надеть. Ой, опять простую уздечку. Мать, Боря. Ну, что это такое? Безобразие какое. Кошмар. Блаженство! Какой ты красивый! Я не могу. Это просто моя... Это... 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 Первая моя очень худая, наверное, лошадь, которая мне доставляет столько удовольствий. Да, у меня есть арабы второго поколения, у меня есть ахалтикинец, но всё-таки я думаю, что они не такие худые, как... Марварий. Марварий, он невысокий по сравнению с ахалтикинцем и худенький достаточно. Ну, вот такого ува, я не могу сказать по поводу его магической масти. Но вот это вот это просто! Пузико! У тебя пузико розовое! У тебя пузико розовое! Всё! Любовь! не могу! Какой... О! Слишком много эмоций на одно видео, мне кажется, от меня, при том, что во время покупки я была не такая счастливая, как сейчас. Но... О! Какой ты дорогой... Какая... Какая ты моя хорошая! О! Она ещё сейчас быстрая, потому что кормленная. А на следующей неделе ещё и подромчики добавит. Ох, я на ней набегаюсь, наверное. Да, так вот надо её качать. А я не хочу. Я вообще решила, что сейчас всех лошадей, которых я покупаю, я их специально не качаю. Да, опять я страдаю какой-то непонятной болезнью, что я не хочу качать коней. Я их вообще трогать не буду. Вплоть до того момента, я не знаю, пока ССО, наверное, не вернётся, или, может быть, летом, или весной. Но сейчас, пока я в ССО не сижу, именно в игровом плане только снимаю видосики ради вас, и больше ничего. Поэтому, к сожалению, эти магики постоят первого уровня. Ну, или, может быть, какие-то моменты они докачаются до пятого. Вот, так что всё, я их купила. Я теперь не буду бояться, что я не успею их купить, что их уберут, когда их вернут. Я просто уже буду кататься на этом Марваре и наслаждаться жизнью. О, да, я буду очень долго кататься на этой лошадке. Я чувствую настолько долго, что вы ещё несколько видео точно будете наблюдать её у меня на канале. Да. Так что, на этом всё. Спасибо, что посмотрели это видео. ставьте лайки, пишите комментарии, какие всё-таки вам лошадки больше нравятся лузитаны или вот эти вот новые магические кони берёзы и вишня. Купили вы их? Планируете ли вы их покупать? Вот. И, в принципе, как вы относитесь к большому количеству магиков сейчас в ССО? Ибо их действительно стало очень много и приходится просто выбирать кого покупать из них. Так что, на этом всё. Я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока, удачи вам и до встречи в следующем видео. И хороших вам вечеров в ССО. ССО.